Такое новое кресло. Это тоже дизайн Жан-Мари Массо. Мы сняли для вас этого дизайнера французского, такого пухленького симпатягу. Он сделал тот самый фееричный диван, который мы показали в предыдущих сюжетах. И вот это кресло новое. Я люблю, когда домашнее кресло, именно для дома, не имеет подлокотников. Люблю по какой причине? Удобно сидеть, это не означает неподвижно сидеть, это означает менять положение. Поэтому вариант с подлокотниками, который ограничивает возможность поменять положение, но дает дополнительную возможность облокотить локоть, по моему мнению, для дома не так важен. Когда речь идет о ресторане, тогда да, в ресторане мы должны сидеть более-менее чопорно и никуда не двигаться. В домашнем интерьере нам иногда захочется сесть как-то так, и подлокотник будет мешать. Тем более кресло с подлокотником будет стоить процентов на 30-40 дороже. Здесь то, что обеспечивает удобство кресла, это вот эта ванночка. Плоскость утоплена по сравнению с боковой частью. То есть таз удерживается, спинка прогибается, тело находит комфортное для себя положение. Кому-то не нравится кожа, мне очень нравится кожа. И именно такая обработанная кожа будет красиво тереться и стираться. Ножка может быть светлая, может быть темная. И кожа, безусловно, тоже может быть разных модных цветов. Не только имбирная, наверняка и синяя, что сегодня популярно. Возможно, зеленая, бутылочная, надо смотреть ассортимент. Вот такое кресло, порядок 800 евро. Вполне нормально для такого качества и европейского изделия Polyform. Так обычно и должно стоить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА